Вот точно так же, как эти мальчишки, мечтающие научиться профессионально играть в футбол, пацаны, а именно так они называют себя 30-летних, и сегодня собрались на Ковалевке и решили, создадим команду, будем играть в футбол. Дальше больше им стало мало места во дворе, опять же вместе пришли к Наталье Ильницкой, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Лагуна», и попросили поддержать идею стать их спонсором. 12 лет назад, да, 12 уже или 13, я уже точно не помню, даже молодыми парнями еще в школе учились, Наталья Емельяновна с Максимом Дючковым вместе пришли вдвоем, решили тогда команду создать, Наталье Емельяновне предложили, она согласилась, это для нас было очень приятно, сразу первую форму купили, у нее до сих пор она висит там, как память, в синей форме играли, «Лагуна», все. То есть, ну, тогда первые два года мы еще молодые были, то есть ничего не выигрывали, потом потихонечку уже начали что-то завоевывать, и вот уже 12 лет она нас поддерживает. Поддерживает и сегодня, а потому чемпионов города, ставших обладателями Кубка Лиги по мини-футболу среди непрофессиональных команд сезона 2016-2017, чествует в своем не так давно открывшемся комплексе «Лагуна Янтарная». Победа значимая, важная и для игроков, и для Натальи Емельяновны. Тем более, что триумф далеко не первые кубки, тому подтверждение они стоят на самом видном месте. Мы, конечно, на уровне города в основном участвуем, там небезызвестный аматор, турнир такой есть. Ну, вот мы премьер-лигу один раз выиграли, вышли в элит-лигу, элит-лига нам пока еще не далась, но это считается самый престижный турнир в городе, а премьер-лига вторая по престижности. В этом году мы выиграли первую лигу, это уже городской мини-футбольный чемпионат. Ну, это уже ступеника хорошая. Да, ну, главное наше достижение, мы в этом году выиграли кубок лиги, в этом же турнире, там и участвуют, то есть, четыре лиги, то есть, это порядка 64 команд, если мне память не изменит, да, 64 команд, и мы, как бы, по пенальти корону обыграли, вот. Ну, и приятно, как в этом году, то есть, у нас двойная победа получилась, мы и чемпионат выиграли, и кубок. Уже в 2010 году они уже стали победителями, принесли мне первый кубок, и так вот в 2012-м второй, в 2014-м третий, и вот сейчас четвертый, и вот так вот кубки растут они, и мы очень довольны, потому что ребята возмужали уже, то были школьники, сейчас они учатся, работают. Имеют свои детей. Имеют уже своих детей, поэтому мы их финансируем, и очень довольны, потому что это, как бы, и для фирмы хорошо, и для них хорошо. Проводя экскурсию по гостиничному комплексу, Наталья Ельницкая рассказывает своим подопечным и о том, как возникла идея создания лагуны Янтарной, и о ее вместимости, о будущих задумках, которых весьма много. Здесь будут проводиться свадебные торжества, будет функционировать летняя площадка. Активно занимаясь благотворительностью, Наталья Емельяновна планирует проводить здесь благотворительные акции и концерты. Здесь ресторан на 200 человек, кафе будет, летняя площадка, спортзал, ЗАГС, такой расширенный комплекс. Это все мы делали по просьбе жителей нашего поселка. И вообще этот комплекс, конечно, больше строился для жителей поселка. Но приезжают к нам с города, и мы очень рады. Мы построили беседку, где приходят свадьбы, расписывается, будет у нас свадебный номер очень красивый. Стараемся сделать так, чтобы, когда к нам попадают, им очень нравилось. А в этот день главными гостями лагуны Янтарной стали игроки футбольной лагуны, являющейся своеобразным брендом фирмы. Будущее за молодыми, инициативными и продвинутыми, подчеркивает Наталья Ельницкая. Совместные проекты, совместные победы не заставят себя ждать, уверены игроки футбольной команды «Лагуна». Мы ее радуем победами, всякими всевозможными турнирами, мы везде на виду. Вы прославляете «Лагуну»? Ну, конечно, в том числе мы не просто, а все знакомые, все спрашивают, ты за кого играешь за «Лагун»? За рынок, что ли? А там команда есть? И за счет этого многие люди знают. Мы единственная команда, выигравшая кубок, которая играла во второй лиге. За историю проведения турнира «Аматров» такого не было. Мы единственные, кто, играя во второй лиге, выиграл кубок. Соответственно, играя с командами, намного сильнее нас. За счет коллектива, за счет морально-волевых, меньше где-то руганий, где-то что-то не получается, друг друга подбодрили, помогли. И за счет этого мы на коне. Хочется побольше побед. Хорошие ребята. Поэтому я думаю, что мы с ними вообще не будем никогда расставлять никаких договоров. Наоборот, будем расширять. Есть задумка еще пляжный футбол. Поэтому я думаю, что все у нас еще впереди. Тем более, у нас сейчас есть здание, где будет спортзал, где можно будет заниматься больше, уделять физическому развитию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова